В Белгородском государственном национальном исследовательском университете прошла зимняя стратегическая сессия. Основной темой нынешней зимней стратегической сессии стало формирование условий для успешного развития НИУБЕЛГУ в конкурсе глобальных университетов России в 2020 году. Ректор НИУБЕЛГУ, доктор политических наук профессор Олег Полухин напомнил участникам о реализуемых университетам программах, о достигнутых результатах и обозначил задачи, которые необходимо решить в ходе двухдневной работы сессии. О стратегии и приоритетах участия университета в проекте 5.100 рассказал проректор по реализации программ стратегического развития Андрей Пересыпкин. Он отметил, что общей задачей всех вузов-участников этого проекта, кроме улучшения позиций в рейтингах, является увеличение количества статей в Web of Sciences, Копус, повышение индекса цитирования научных статей сотрудников, а также развитие цифрового университета и наращивание доли защитившихся выпускников аспирантур. Среди предложенных проектов – интенсивный курс школы Цицерона, образовательный центр проектного обучения «Пролог», инновационная образовательная система биотехфарма будущего, междисциплинарная лаборатория искусственного интеллекта, Международный научно-образовательный центр прогрессивных методов лечения онкологических заболеваний, цифровая модель природообустройства ландшафта в Белогорье, проект развития предпринимательства и лидерства в профессии, проект мультимодальной технологии в медиапроизводстве и медиаисследованиях. Все эти проектные идеи были доработаны в ходе мозговых штурмов в малых группах и утверждены для последующей реализации в виде гринфилдов или точек роста на пленарном заседании второго дня зимней сессии. На завершающем заседании были также рассмотрены сформулированные в укропненных рабочих группах предложения в проект программы развития НИУ-БелГУ, как Глобального университета России, формы позиционирования НИУ-БелГУ, в рамках НОЦ Белгородской области, инновационные решения в АПК. Ректор НИУ-БелГУ Олег Полухин поблагодарил всех за активное участие, отметил, что сегодня вузы могут развиваться только таким образом, когда идет командная проектная работа и дал поручение доработать поступившие предложения и подготовить план по каждому направлению, чтобы начать внедрение в практику уже в апреле текущего года.